Омурайз Омурайз Японский омлет с рисом И гранатовый чай Итак, первым делом мы с вами приготовим омурайз Ознакомьтесь, пожалуйста, с ингредиентами, которые приведены на две порции Это японское блюдо, которое японцы позаимствовали у запада И которое очень полюбилось корейцами Итак, ознакомьтесь с ингредиентами, пожалуйста Начинаем с того, что нарезаем овощи Сначала лук и морковь, которые мы будем перемалывать в блендере Поэтому, пожалуйста, нарезайте их такими кусками, чтобы ваш блендер мог это перемолоть Итак, пол морковки и одна луковица отправляются в блендер Перемалываем И нам понадобится немного кабачка Кабачок дает воду Поэтому много его класть не нужно, но для вкуса Нарезаем его мелкими кубиками Все эти овощи понадобятся нам для приготовления мясного соуса Для мясного соуса мы сначала берем сливочное масло Растапливаем его на сковороде И добавляем Молотый чеснок Одну с половиной столовой ложки Затем закладываем туда говяжий фарш 150 грамм Перемешиваем и пассируем на среднем огне Добавляем щепотку черного молотого перца Продолжаем пассеровать на среднем огне Как только мясо поменяет свой цвет на белый И начинаем добавлять наши овощи Начиная с кабачка Поскольку кабачок дает воду Поэтому его закладываем первым Немного попассеровав его Добавляем оставшиеся овощи Которые мы с вами перемололи в блендере И продолжаем перемешивать Где-то минуты 2-3 А затем можно добавлять ингредиенты Остальные соевый соус и уксус Которые заменяют нам вустерский соус Если есть у вас вустерский соус То вы просто кладете его в 70 грамм Если же нет, то соевый соус и уксус в приведенных пропорциях И сахар 2 столовые ложки Затем кетчуп 200 мл Кетчуп обычный классический Не острый Он тоже даст свою сладость Все это хорошо перемешиваем И продолжаем пассеровать на среднем огне Пока половина воды Которая есть не будет Тогда соус готов Далее мы берем одну пиалу Отваренного прежде риса И добавляем туда наш соус Два с половиной половника На две порции Продолжаем перемешивать Пока рис не пропитается нашим соусом Когда это произойдет Блюдо почти готово Останется только приготовить яичный омлет Для этого нам понадобится 3 яйца И 1 столовая ложка молока Добавляем молоко в яйца И все взбалтываем Только взбалтываем руками, не миксером И так Мы заливаем на сковороду Масло растительное Разогреваем его И затем выливаем туда нашу яичную массу И делаем все так, как вы видите на видео Полученный омлет мы выкладываем сверху Как топпинг на рис И вылейте как топпинг на это блюдо Приготовленный нами прежде Соус оставшийся от тонкасу Вуаля! Приятного аппетита! Приятного аппетита Приятного аппетита Приятного аппетита! Приятного аппетита! Проводок! Тичка под저 army А теперь мы приготовим с вами гранатовый чай. Нам понадобится 1 гранат и 4 столовые ложки сахара. Это на 2 чайника. Приведены пропорции. Итак, помыв наш гранат и высушив его, мы разрезаем его на 2 или более половины, как нам будет удобнее для того, чтобы потом вынимать из него семена. Выберите спелый гранат. Итак, вынимаем семена из граната. Делаем это аккуратно, не повреждая семена и ни в коем случае не выкладывая нашу массу белые частички граната. Затем мы должны все это раздавить. Где-то по корейской традиции 100 раз. Пока гранатовые семена не дадут сок. Как только это произошло и вы получили сок, вы прямо в сок из семена выкладываете 4 столовые ложки сахара. Это на пропорции на 1 гранат при условии того, что он сладкий, а не кислый. Итак, половина полученной массы будет нами использована на 1 чайник. Вторую половину вы можете уложить в банку и держать в холодильнике и при необходимости использовать. На одну кружку обычно достаточно 1 столовой ложки. Вы просто заливаете полученную нами гранатовую массу кипятком и ваш чай готов. Для заваривания чая необходимо всего лишь 2 минуты. Касательно именно этого гранатового чая, поэтому вы заливаете кипяток, накрываете крышкой, ждете минуту, потом открываете, перемешиваете, закрываете и ждете еще минуту и можно пить чай. Субтитры сделал DimaTorzok